54 различных стран взяли участие в помощи Украине на сегодняшний день. Недавно я встречался с генералом Залужным. Они показывают всю отвагу и мощь украинской армии, а также и гражданских общества Украины. Максимальную будет предоставлена тренировка украинским военным здесь, в Германии, и не только. За 43 года работы военным в униформе НАТО показало, наконец-то, силу, настоящее единение. Мы эффективно коммуницируем для того, чтобы помогать Украине против неспровоцированной агрессии России. Секретарь Остин, президент Пайден в один голос говорит, что мы будем это делать и продолжать сколько, сколько это понадобится до полного освобождения Украины. И здесь, на поле боя, в Украине видно наше единение, нашего альянса в совместной борьбе. Секретарь Остин, президент Пайден в один голос. Также, тут опять же перечисляется огромное количество техники, которое будет передано в пакете по результатам Рамштайна-8. Также я уже сказал, что на этой неделе начнется коллективная тренировка украинских военных здесь, в Германии. Это подготовка будет дополнение к той амуниции и той технике, которую мы передаем для того, чтобы остановить российские атаки на территории Украины, а также освободить оккупированные территории. Эта тренировка поможет усовершенствовать технику, маневренность и быть более эффективными и маневренными на поле боя. Это подготовка, которую мы обсуждали сегодня. Мы еще раз увидели ту неостанавливаемую желание и силу Украины освобождать свои территории. Наконец-то президент Путин и его союзники поймут, насколько он просчитался в своем решении захватить Украину и нарушивать им международный порядок. Продолжение следует... Продолжение следует...